так приветствую всех кто меня знает и не знает меня зовут алексей сейчас мы с вами разберем гадание давайте погадаем на нашу партию власти так берем карты и загадываем карты скажите пожалуйста что будет с партией власти в россии до конца 2023 года а думаю карты поняли какую партию я имею ввиду ну то что поддержка будет падать я думаю это даже говорить не надо карта вниз идет темные дела могут также проходить по этой карте темные дела темные дороги так трудности в реализации планов трудно реализовывать будет планы разочарование в любви разочарование в деле что еще неожиданное происшествие какое-то есть неожиданное происшествие на скорую руку говорю там поподробнее посмотрим а пока я не вижу ничего такого особенного гость с нежными чувствами возможно я еще раз говорю возможно какой-то человек хочет договориться я думаю что это король какой-то человек есть он будет пытаться договориться но я думаю что он не найдет работать он будет но он на взаимопонимание не пойдет потому что здесь гость с нежными чувствами одновременно злой мужчина я думаю он будет пытаться договориться он в эту сторону смотрит нет он не договориться какой-то мужчина возможно будет пытаться договориться что-то там сделать подговорить кого-то что-то еще сделать вот как-то так то есть заручиться поддержкой Ему не удастся. Жулик-коммерсант какой-то есть. Встреча с сильным человеком-коммерсантом. Вот здесь вот интересно проигрывается. Но у меня жулик-коммерсант, это Пригожин был. Жив он или нет, мне карты проигрывали, что он мертв. Но удовольствие от результата у кого-то есть. Но здесь какой-то человек проигрывается. Не могу сказать, кто это. Известие чьей-то любви. Свидание с женщиной. Не могу понять, почему жулик-коммерсант проигрывается. Но это уже как бы там подальше. Событие какое-то должно быть, не знаю. Я так понимаю, многие люди сейчас выступают. Я когда на правительство гадаю, многие выступают и многие пытаются скрасить ситуацию. Да, смотрите, мобилизации-то у нас нет. А, так вы посмотрите, так все хорошо. А что вы хотите-то? Где экономика работает, доллар держится. Ну да, ну да, ну да. Ну да. Два туза выпадают. На данную ситуацию карты говорят следующим образом. Предательство. Не верьте никому, не верьте. Предательство это такая себе штука. Не верьте никому. Вообще никому не верьте. Кто бы что ни говорил, никому не верьте. Верьте сами себе. И в свой карман заглядывайте почаще. Ну, прям тритуза падает. Тритуза, значит, какое-то событие будет у нас в ноябре. Событие, которое должно быть в октябре, я думаю, оно уже случилось. Я так думаю. Не знаю, может что-то еще будет. Но я думаю, что оно уже случилось. Я говорил, будет какое-то событие в октябре. Ну, почему-то случился Израиль. И я ничего не утверждаю, ничего не говорю. Не знаю, не знаю. Просто не знаю. Но! Но! Это событие тянет за собой последствия. Вот, которое у меня проигрывалось по картам, оно тянет за собой последствия. Посмотрим. Посмотрим. Пока я не вижу ничего. А вот потом, да, потом что-то будет. Но это не сразу. Это месяцы пройдут. Там дама пик ложится. Либо это какая-то ответка будет. Хамасу там еще кому-то. Это будет, да, это будет ответка. От Израиля или еще от кого-то будет ответка. Причем довольно-таки жестокая ответка. Ну, это потом. Это не день пройдет, и не два. И не недели. Это месяцы. Это уже, возможно, даже зимой будет какая-то ответка. Что выпадает в основании? Неинтересные разговоры. Гадаем на партию власти. Неинтересные разговоры. Ну, такое-с. Я даже тут не буду уточнять. Просто неинтересные разговоры. Просто разговаривают, и все. Собираются, разговаривают, и ничего толком не кладется. За мужество знакомой выпадает. Девушка с обидой и обиженная. Я это не комментирую. Честно, я не знаю, как это комментировать. Но... Нет, вру. Вру, вру. Это у нас получается встреча подруг, подруги. Это девушка с обидой. Хотя, один фиг. Ничего здесь толком не выпадает в октябре. Октябрь месяц пустой. Болтовня тут в основании лежит, ложится. Здесь у нас получается ничего. Ничего я не вижу. Уточнять даже не буду. Октябрь... Я не помню, у кого октябрь проигрывался. Сейчас, следующее посмотрю. Тут нечего смотреть. Октябрь пустой. Но... События, которые заложены в октябре, они повлияют на будущее. Вот в октябре заложены события. Они когда-то рванут. Вот в октябре. Так. Что еще выпадает? Переезд, проблемы с законом. Испуг. Ну, я не знаю, как это комментировать. На партию власти. Прямо на партию власти. Почему здесь испуг ложится? Испуг... У меня еще здесь проигрывается страх смерти. Испуг это как страх смерти проигрывается. Что здесь выпадает переезд, проблемы с законом. Возможно, кто-то будет уезжать из партии власти. Там надо посмотреть. Это именно ноябрь. Почему-то на ноябре ложится, что некоторые люди будут уезжать. Уезжать. Дорога выпадает. Почему, я не знаю. Или будут место себе какое-то искать. Ну, может, какие-то последствия чего-то будут. Я не знаю. Дама пик ложится. Либо неудача, либо злой рок, либо смерть. Значит, какое-то событие, возможно, еще будет. Между октябрем и ноябрем. Может, оно уже было. Я еще раз говорю. Здесь в октябре закладываются какие-то события. Они связаны с королями. Они закладываются. Которые потом рванут. Как рванут, я не знаю. Это как будто вот потом будет. Позже. Но это почуют многие. Вот именно в ноябре. Вот как-то так. То есть здесь непредвиденно. Что-то неожиданно будет. Неожиданно будет, как нападение вот этого Хамаса-то. Вот такое же. Что-то неожиданное будет. Прямо как вулкан Везувий. Оно неожиданно будет. А там уже посмотрим, что я, честно признаться, не знаю. Я не знаю, что тут будет. Неожиданное что-то. Может. Ладно. Тут надо гадать. На ноябре будет. Октябрь, я говорил. Тут собрание королей какое-то будет. Возможно, мобилизации. Мобилизации не было. Хотя, почему ее не было? Она же у нас вроде как эта и не заканчивалась. Ладно. Один хрен. Ну вот здесь тритуза выпадает. То есть это где-то ноябрь. Что-то вот в этом перешейке будет. Конец октября, ноябрь. Вот. Не знаю. Какое-то событие. Что, ну прямо великий страх идет и переезд проблемы с законом. Вот ноябрь. Там надо разбираться будет. Я пока, честно признаться, не знаю, что там в ноябре. Исполнение желаемого одновременно идет здесь дальше. Поход в гости, взаимные чувства. Дальше я пока не буду комментировать. Самое острее это у нас конец октября, ноябрь. Вот можно поподробнее? Конец октября, ноябрь. Там событие какое-то будет. Если его не было. Что это за событие такое? И с чем его едят? Что это за событие? Что за событие? Раскрываем событие октября, ноября. Что это за событие? Почему-то выпадает иностранец. Почему выпадает иностранец? Вроде как иностранец. Ну, такой человек. Либо не русской наружности прям. Либо он русского языка не знает, либо плохо знает. Что-то в этом роде. За границей проигрывается, возможно. Финансы слабо проигрываются. Финансы нет, слабо проигрываются. Здесь, скорее всего, какие-то вольты идут. Треш вольта идут. Почему? Почему 3 вольта идут? Непонятно. Так, разбираем, что карты мне выдали. Старушка сделает подарок, даст совет. Старушка. Вот здесь какая-то женщина. Женщина с любовью. Она говорит о финансах. Говорит финансы. Финансы. Здесь финансы. В основе почему-то женщина с финансами. Ну, это Набиолина темненькая. На темненькая старушка. Ну, 50, так вот, 55 плюсом. Где-то вот так вот. Женщина уже в полном увядании женственности. Где-то вот так вот. В полном расцвете сил. То есть, я хотел сказать. Ну, такая. Любовь к родине испытывает она очень сильно. Ну, не к мужчине же, к родине испытывает. Вот. И она что-то будет о финансах говорить. Карты это. Почему только они мне на женщину указывают? Я не понимаю. Они мне просто толдычат о какой-то женщине. А при чем здесь женщина? Я не понимаю. Либо это какая-то отсечка будет. Либо в словах женщины что-то будет скрыто. Потому что идет тут вот разговор. Женский разговор. Причем карты это показывают пальцем. А почему? Я не понимаю. Я догадаться просто не могу. А может, это какой-то смысл и есть. Может, его раскрыть можно. Но я не могу до него догадаться. Не знаю. Не могу. Если не могу, я говорю. Ну, не могу догадаться. Неожиданно захотел YouTube заработать. Интересно. Так. Немножко он меня сбил. Так. Безвыходная ситуация. Смотрите. На ноябрь выпадает безвыходная ситуация. Выхода нет. Тупик. Складывается ситуация, когда верхи не хотят, а низы не могут. Тупик. Понимаете? Тупик. Все. Выхода нет. Потеря любви. Потеря понимания. Апатия. Полная апатия. Тупик. Ситуация в ноябре будет никакая. То есть, решение, возможно, какое-то будет принято. Отсрочка. Закладывание какой-то бомбы на будущее. Небольшое будущее. Это не год. Это максимум полгода. Что-то заложат. Разговор какой-то будет. Закон какой-то будет на будущее. Что-то еще будет. Не знаю. Но оно закладывает какую-то вот гадюку, которая обязательно укусит и вцепится. Вот оно идет. Тупик. Событие будет до конца ноября, которое поставит все в тупик. И поэтому люди, скорее всего, даже во власти будут искать дороги какие-то. Они, может, и не уедут, но дороги будут искать выход из страны. Вот так. Какую гадюку заложат, я не знаю. Встреча со старыми знакомыми. Здесь какая-то встреча будет. Карты указывают на встречу. Королей выдадите? Королей выдадите? Любовный разговор. Вальта выдали. Вальтов выдают. Вальтов. Это военные? Военные будут собираться? Что-то с военными связано? Объединение какое-то. Объединение. Но объединение идет почему-то на фоне какого-то злого рока. Ну, не знаю. Может, какой-то заговор. Здесь сбор идет. Сбор каких-то единомышленников. Вот здесь вот показано. Оно будет. На фоне безвыходной ситуации, тупика и потери любви, потери понимания. Может, какой-то переворот, думаю, делать. Я просто, видите, не знаю. Встреча подруг. Тут встреча явно проигрывается. Встреча. Мужская встреча. Не знаю, почему подруг. Может, женщина тоже будет с этим связана. Не знаю. Но, может, скрыто будет как-то. Скрыто от глаз. Неожиданное происшествие. Это будет неожиданно. И выпадает еще знакомство. Здесь явно какое-то неожиданное событие будет. Оно связано с мужчинами, со сбором мужчин. Какой-то сбор мужчин будет. Он еще будет. Его еще пока не было. Возможно, я говорил, два или три сбора будут королей. Они разношерстные. То есть, первый раз такие собрались, второй раз такие собрались. Я так понимаю. И третий раз, если соберутся, может, другие соберутся. Не знаю. Но здесь проигрывается встреча мужчин. Какие-то они недовольные. Мужчины недовольные. Мужская энергия идет. Они недовольные. Разговаривают. Недовольны. На фоне тупика. Тупиковой ситуации. Потери любви. Принимают какое-то резкое решение. Но резкое решение, я так понимаю, с отсрочкой какой-то, возможно. Оно с отсрочкой, но одновременно почему-то пугаются люди. В верхах власти. Они пугаются. И ищут дороги. Какое-то решение, я не знаю. Явно проигрывается карта. Еще плюсом иностранец почему-то здесь проигрывается. Вот так. Партия власти. Основное событие. Финансы почему-то выпадают. Финансы. Но мне кажется, у них финансы-то нормально все. Ночная поездка. К или со знакомым. В основе выпадает. Чего еще? Ссоры. Ссоры с близкими. Ну, вот здесь ссоры выпадают, да. Здесь либо фон, либо они сами друг с другом ругаются. Но мне почему-то такое ощущение, что ссоры идут уже непосредственно во власти. Возможно, они переходят в какую-то острую стадию. Во власти. Карта власти. Карта денег. А, король, король. Ага. Недовольство очень большое. Оно будет пытаться вырваться. Недовольство есть. Рядом с королем есть люди. Они, наверное, за него. Между ними карта никакой не выпадает. Возможно, вероятность какого-то, я не знаю, заговора, не заговора. Что-то вот в этом роде. Но здесь идет явно какое-то обострение ситуации в верхах власти. На каком-то, какой-то фон. Вот, я не знаю, какой-то фон такой затхлости, абсолютной затхлости. Вот такой вот, как это, трухлявости какой-то. Вот такой вот. Потеря любви, понимаете, это как жеваная бумага. Потеря любви, потеря вообще веры, потеря ориентира, даже можно так сказать. Потеря, ну, не кормильца, а вот. Ну, вот, например, ребенок титьку сосет. Да, вот у него титьку убирают. Вот, и он начинает плакать. Вот что-то в этом роде. Ах, вот нас всех оставили. Все, все это, все погибло, все плохо. Разъяснение ситуации. Мужская энергия падает. Мужская энергия. Фон. Фон. Что у нас фон? Король вообще где-то потерялся. Король где-то внизу. Король вообще где-то потерялся. Не могу сказать, где он. Он просто где-то упал вот туда вот, упал, упал туда вот. Упал. Я хотел посмотреть королей. Королей как будто нет. Место пусто. Король вот там вот где-то внизу. Вообще где-то внизу. Не знаю, где он. Нехватка денег выпадает. Острая нехватка денег. Нехватка денег выпадает. Ну, как я сказал уже, как у нас будет, как должно быть, точнее. Первое, это кризис денежный. Потом должна быть мобилизация. Потом должен, должно быть какое-то положение. Но. Я как бы ничего не говорю, но. Вторые, второй, третий пункт могут проигрываться одновременно. То есть, могут вести или пройти слух о том, что будет введено какое-то положение. И на фоне этого положения отменяются выборы. Вот как-то так. Известие о чьей-то любви. Не знаю, любви или нет, но здесь известие какое-то. Явно проходит известие. Тут известие какое-то ложится. Плохое известие ложится очень. Это не о любви, это более эмоциональное известие. Оно вызывает недовольство. Здесь с одной стороны власть, с другой стороны деньги, финансовая система. Тупиковая ситуация складывается. Король будет пытаться ее разрулить. Очень тупиковая ситуация. А как из нее выбираться, никто не знает. И фон, фон, фон очень обманчивый. Очень обманчивый фон. Но фон выпадает очень плохой. Да. Все запутано. На людей, честно признаться, проще гадать, чем на организации. Либо на какие-то, я не знаю, такие сюрреалистичные события. Вот честно. На людей проще гадать. Намного проще. Так. Мелкие радости ожидают. И встреча с друзьями. Оправданный риск. Здесь возможно, я еще раз говорю, возможно. Есть какой-то король. Он будет пытаться что-то сделать. На фоне неудач и тупика. Я не берусь, конечно, судить этого короля. Но действия его заключаются в том, чтобы собрать вокруг себя людей. Здесь возможен, как я понимаю, еще раз заговор. На фоне чего-то. На фоне, скорее всего, усугубляющейся ситуации. Либо здесь на фоне какого-то совещания, возможно, такие решения будут приняты. Либо непосредственно вот складывающейся ситуации. Вот такое гадание у меня получилось. Спасибо всем. Но к концу года давайте посмотрим, что партию ожидает. Два короля. Три короля. Что-то с властью будет у нас происходить. Какие-то метаморфозы. Понимаете, так оно долго продолжаться не может. Только интересно выпало. Восемь, девять, десять одной масти. Неожиданный поступок или поездка. Неожиданное что-то случится. Разочарование в открывшемся нюансе. Что-то неожиданное будет. Так оно продолжаться не может. Понимаете. Получение скорых и больших денег. Но деньги не нам выпадают. Вы даже не беспокойтесь. Это не нам. Неожиданный вечерний гость. Король будет какой-то. Он будет предлагать деньги. Либо финансы. Что-то выгодное будет предлагать. Этот король. Король сильный. Король. Король. За что-то он будет предлагать. Возможно, за титул в родном доме. За родной дом предлагает деньги. Король. Переговоры либо договор. Почему-то выпадает. Какие-то люди выпадают. Договор. Здесь основное событие. Собрание королей будет. Здесь есть несколько партий. И сейчас они будут пытаться разными силами. Перехватить власть. Я так понимаю. И кто-то власть все-таки перехватит. И возможно, на этом фоне будут ухудшения. Ухудшение положения. Положение вообще всех. Как и в обществе. Но это будет с небольшой задержкой. Так и во власти. Потому что я вижу здесь в ноябре. Люди власти будут себе выбирать какие-то дороги. на фоне какого-то события. Дороги будут выбирать за границу. Вот так у меня получилось. Это очень скоро. Это буквально до конца ноября. Может до середины. Какое-то собрание будет. Чего-то ожидается. Так. Я все сказал, что мог. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. И до свидания.